тег из html получить именно в javascript и потом с ним что-то делать так смотрите задание у вас было вот это правильно вы сделали классы красный ну-ка сейчас на красный дайте поменять так смотри как мы это будем делать получается мы вообще должны что доставать вот этот вот дефт правильно я сделала что лет допустим box равно документ . query selector и здесь мы сделаем просто дефт правильно дальше я создаю функцию red примеру да равно функция верно и что я здесь буду делать я получается буду свой бокс брать . style . background да равно рад вот все и эту функцию мы он клик даем получается вот этому боксу вот этому баттону так смотри проверяю так обновлюсь вот видели да заработал да окей ладно хорошо смотрите понятно что мы вот это вот научили делать вот эти вещи всякие какие-то манипуляции да а чё мы еще можем сделать смотрите а к примеру если же у меня будет вот так смотрите к примеру будет вот так вот и уэл ли ну здесь слово список да и будет вот такое да количество к примеру лишек да и мне потребуется сделать что мне нужно будет их примеру всех сделать красным цветом как не это сделать допустим когда я буду нажимать допустим обратно какой-то баттон будет так пример баттон там красный как не это сделать так лет создать переменную да что мне нужно вытащить так смотрите ребята и уэл это коробка всего лишь а чтобы прям цвет поменять их мне нужно что то есть ли да но посмотрите сколько здесь лишек ну давайте лет ли дальше что делал документ . так . к кури селектор пол хорошо здесь пишу просто ли да дальше лед рэд обратно сделаю да равно функция да и лед . стайл . калла равно рада давайте проверим ребята так я вот здесь он клик не сделал сделал так смотрите он клик рэда проверю и мне не работает ничего да почему так не работает как вы думаете смотрите что за мне ошибку говорит нет 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 я же к цвет прям букв именно букв не в этом дело смотрите ребята вот это ли это у вас что давайте сейчас определимся вот это переменной ли это что еще раз список это массив правильно а к массиву мы не можем сказать нам нужно внутренность массивов изменять понимаем да то есть нам нужно изменить каждый элемент внутри массива да то есть что мы можем в этом случае сделать смотрите когда мы пишем вот так ли стайл color то мы обращаемся к самому массиву и мы не можем к массиву поменять цвет нам нужно самих лишек внутренность массива то есть если я сделал бы вот так смотрите вот так 0 то сейчас смотрите у первого поменяется цвет видим только у первого но нам же не очень удобно делать вот так если я сделала так то все у меня отработает но видите я 4 логики пишу и поэтому можно сделать это вот таким вот образом смотрите ли . форич это точно как мэп работает l видим помните да мы вот так решали задачи и dx можно написать и я сделаю что теперь уже и это что у меня ребята то есть то это вот эти лишки теперь сами вот они 0 1 2 3 я могу сделать здесь что l . style . color равно red и теперь смотрите опа работает понятно что с этим надо делать как с этим работать да хорошо теперь смотрите ребят примеру я хочу вот эти когда я нажму на кнопку красный да опять же давайте так ну пускай это это же кнопка красный когда я нажму я хочу удалить чтобы они исчезли да да как я могу это сделать смотрите как мы это будем делать смотрите мы поняли что l это у нас что это каждое из каждое слово до список и и есть несколько вариантов я могу заставить этот тэг полностью тэг удалиться то есть сами вот эти ли да так ли удалить как мне это взять смотрите l да . remove видим remove смотрите ребят нажимаю видим исчезло если я здесь проверю то у меня видите только ул внутри ли нету видите да то есть я лишь ки удалил дальше я еще могу сделать такую вещь есть такой метод смотрите запоминайте remove это удаление да давайте так remove это удалить а если я хочу именно изменить вот смотрите вот эта внутренность видим да мы отличим то есть тэг ли оставить но вот это слово список как бы убрать я могу сделать так l и точка и нэр так l точка и нэр двумя н н н н н html есть равно вот так пустой строке видим да смотрите я проверю это ребята нажму опа видим исчезло но что ли ли тэг остался вот это слово список я стер внутри понимаете я могу также здесь дополнить что то смотрите как я могу это дополнить я могу здесь вместо слова список сделать другой я могу другой текст написать здесь видите да смотрите нажму опа видим да так здесь понятно что делать inner html то есть он вот это вот внутренность меняет так вот эту внутренность именно внутри ли я могу также внутри ли создать еще один тэг пример я могу создать здесь вот так тэг какой-то тэг не важно вот так вот могу сделать урок div ну давайте внутри ли не будем div так допустим пусть будет у меня а p да допустим да давайте p и здесь допустим это здесь смотрите видите обратный кавычки это тэг 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 параграф да смотрите проверю здесь видите это лишки внутри список все еще до слова а если я сейчас нажму опа это тэг параграф стал видите а теперь я ли внутри открываю то что я создал внутри него видим так п то есть inner html делать что это менять внутренность тэга да к которым мы обращаемся понимаете а мы можем создать внутри тэг можем просто написать какой-то текст можем просто оставить пустым да то есть зависимости от задачи но есть также еще inner html и есть inner текст inner текст это просто создание текста внутри нажимаю видим просто текст создается видите да типа список меняется но он не может создавать теги понятно да а inner html дает нам возможность писать как будто бы типа в html и мы же создаем внутри вот так тэгп то есть мы можем создать здесь тэгп и так далее с помощью inner текста мы просто можем текст изменить вот это слово список а с помощью inner html мы можем слово список поменять на что другое мы можем тег создать внутри и еще что-то сделать понятно да то есть ну чаще мы будем пользоваться inner html но inner text тоже есть такой понятно хорошо окей так смотрите ребята а теперь к примеру мы сделаем такую логику мы можем в самом java скрипте создавать теги то есть мы же теги обычно здесь создаем а теперь мы можем прямо в java скрипте создавать эти теги да как мы это можем сделать смотрите чтобы создать какой-то тег создается он с помощью такой логики пишется вот так вот документ теги точка create элемент видим и здесь мы просто пишем там тег п или еще что-то понимаете да но нужно этот тег поместить какую-то переменную вот эту вот логику то есть ведь мы же здесь документ qr selector при допустим окончать тоже нужно создать переменную то есть пример если я хочу java скрипте создать допустим так п да я сделала так лет допустим п напишу название да там или текст равно документ точка квери ой create элемент и допустим здесь пишу в кавычках п так видим если я сейчас консоли логи проверю текст переменной текст то я увижу ребята что внутри вот что это тег видим п видим но это я создал сейчас пустой тег понимаете да пустой тег текст и что и ребята это в то же самое что я пустой тег создал мне нужно теперь сделать что с ним ребята ну смотрите это пустой тег как еще раз да 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 то есть я сделал вот так вот грубо говоря понимаете да вот так и что вы вот внутренность написать как я могу это сделать текст . не стиле менять стиля мне нужно прям слова или что-то написать что это было inner текст да можно inner текста равно и здесь я пишу какой-то текст видим допустим напишу параграф теперь смотрите я проверю на сайт есть он его нету но если я в конце логи проверю переменную текст то видим п видите да так п и если вот здесь я ниже посмотрю то у него видите inner текст что параграф который я написал но я его понимаете создал сейчас в логике java скрипта но его сейчас как бы в этом нету html и мне нужно его в html поместить как я могу это сделать есть множество способов как я могу какой-то текст созданный поместить в html да смотрите так ребят я же его буду куда-то помещать верно примеру я хочу его поместить внутрь вот этого юэла но и олды начинай мне нужно этот ёл получить понимаете да лет юэл равно документ точка query selector юэл да вот я юэл получил видим я могу написать смотрите вот что юэл точка есть такая вещь как аппенд видим да и написать здесь переменную текст видим юэл типа положи внутрь себя вот этот вот переменную текст а вот эта переменная текст является чем тегом п с текстом параграф да теперь смотрите проверим во видим видите и смотрите видите юэл да ближки идут и в конце что тот тег который я создал но аппенд делать значит что ребята да ну да да то есть его до внутрь javascript из javascript в html помещать да но аппенд поместил его куда конец юэл правильно примеру есть еще юэл точка при пэнт он уже делает что смотрите вот сейчас нету его правильно я делаю вот юэл точка при пэнт текст и где он появился ну смотрите где он в начале юэл то есть при пэнт что делать в начале тега создает внутри него в начале аппенд в конце понятно да так есть еще автор и before смотрите юэл точка автор и я здесь сделаю текст то он делает что смотрите как будто бы как аппенд как будто бы как аппенд в конец но на самом деле смотрите юэл и вот пэ то есть юэл ой пэ не внутри юэл автор после него понимаете да и есть еще юэл точка before текст это тоже самое да понятно только что то есть что мы делаем мы создаем тег потом даем ему текст параграф до какой-то текст и потом мы можем также здесь задать стиль и еще что-то а потом типа добавить а теперь ребята задание к вам такое смотрите смотрите пример у меня здесь будет вот так вот допустим h2 первая часть так давайте я сделала так лучше за чего устройство так смотрите h2 первая часть я сделал вот так дальше у меня будет примеру этот батон создайте создать фотку дальше h2 вторая часть создайте список типа юэл ли да со словом список и аж аж третья часть и тут будет батон создайте круг красного цвета короче смотрите вот у вас есть вот такой вот сайт да когда вы нажмете создать фотку да создать фотку то у вас здесь что произойдет а ребят здесь какая-то фотка любая фотка может любую фотку создать вот между ним и кнопкой дальше нажимаете вторая часть вы создаете юэл ли между вот этим и вот этим понятно да если нажимаете создать круг у вас вот это появляется вот здесь между ними это нужно сделать с помощью java скрипта как мы сейчас сделали понятно все вперед давайте тогда приступаем то и да и а и то и и так что-то тут написал let h2 да ты пишешь документ query selector h2 ты вытаскиваешь let image смотри аргент давай начнем с последней задачи наверное да смотри когда ты нажимаешь на ну у тебя функция div она берет что она берет и ты говоришь документ . create элемента тебя ты должен создать правильно я так понимаю окей ну смотри аргент ура и здесь так смотрите ребят задание здесь такое вот в принципе вам нужно глубже смотреть на решение задачи первые две задачи не тяжелые 3 чуть-чуть полегче вот когда тебе нужно сейчас когда ты нажимаешь ну твоя функция div отрабатывать ты должен создать какой-то div правильно вот ты пишет документ . create element div все верно но ты должен это положить в переменную помнишь то есть да сначала ты это создаешь переменную летом но назови по-другому не дефа как-то по-другому лет там что-то название на дне это переменный лет и вещь ты равно написал равно так смотри вот ты создал div и положил его в кюверте теперь дальше ты диву что должен сказать ну что должно произойти когда ты нажимаешь что должно создаться круг круг красного цвета как создать круг круг и да и еще да в играунт конечно и размер да тогда пишет а кьюверте . так , так . а а а а а а Угу, style, точка, равно, угу, угу, дальше, еще, ширину, высоту прене. Угу. 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 Так. Хорошо. Ну, теперь смотри, Арген, вот ты создал сейчас, когда ты нажимаешь, ну, когда ты нажмешь на вон ту кнопку создать круг, у тебя создастся div, видишь, да? Tag. Потом ему дадутся вот эти стили. Но его еще нужно показать в HTML, правильно? Верно, Арген? После чего или до чего он будет у тебя показываться? После h2, именно тот h2 ты должен вытащить, понимаешь, да? Который там. То есть нужно класса задать. Зайди в этот, индекс HTML. И задай каждому h2 класса, да? Там первому класс какой-то, второму какой-то класс и третьему какой-то класс. Это, если естьazeımnya лохерная кабинета, sorta только сходя позитив feedback на Perhapsi samedi, так получаю вода лет Так, и теперь вот здесь, после, да, пиши, как положить тег внутрь, помнишь? А, да, ну, ты можешь append, можешь этот, ну, смотри, тебе, не, наверное, не append, тебе нужно после H2, правильно? Значит, не, 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 стоп, 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 подожди, не, 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 кому ты будешь, после чего ты будешь его создавать? H2 у тебя сейчас в переменной какой-то лежит, какой, да, точка, автор, не, prepend ты внутрь положишь, автор лучше, после него, да, круглые скобки, И сюда кладешь, что ты будешь создавать? Не, 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 стоп, не div, подумай, Арген Ну, в смысле, не переменная div, ты круг же должен положить, создать после него, правильно? Круг у тебя в каком находится теге, ой, переменной? Да Так, так, и проверим, давай Ну-ка Во Но, это лишь первая часть, понял, да? Ну, он будет постоянно вот так добавлять, добавлять это нормально А, функция же постоянно отрабатывает Ну, короче, понятно, да? Теперь Теперь давайте разберемся со второй частью Как вторую часть сделать? Второй, у нас что там было? UL Во Опять же, нужно что? Нужно создать Тег UL Внутри создать тег Lee Понимаете, да? Потом положить ее после H2 обратно же Что-то в этом роде похоже Понятно? И Смотрите, ребята Вот фотку Вы Вот здесь вот Аргент Ты типа пишешь, видишь? Документ Create Element AMG Но Фотку, чтобы создать Что еще нужно? Ты же не Внутри фотки Смотри, вот Когда ты фотку пишешь Смотрите, ребята Давайте я быстро включу Дотрансляцию Смотрите Ага Так, видно, да? Меня Когда вы создаете фотографию Вот я Аргент там написал Document.Create Element Это правильно Но Когда ты создаешь Тег AMG в HTML Он как выглядит? Ты Фотографию Куда должен положить? Ну, как бы Чтобы создать фотографию Как? Вот это Помните? А Когда вы просто Создаете Тег AMG У вас вот так он создается, ребята Он дал пол Вам нужно вот это SRC как-то добавить Помните, мы на прошлом уроке Проходили Как можно добавить Вот такую вот вещь Помните? Я класс добавлял Вспоминайте Помним? Забыли? Вот это Помните? Set Attribute Атрибут SRC Вы вот здесь SRC А вот здесь Вы пишете Что вы внутрь положите А внутрь Ты кладешь Что? Фотку свою Ну Ссылку на фотку Да? То есть Ты пишешь Кавычках Название фотки Понятно? Да? Вот здесь Точка PNG Не забывайте И все И потом его создать Типа надо Понятно? Все Давайте вперед Приступайте Еще нет Ну-ка Давай открывай обратно Давай посмотрим Так Хорошо Функция Так Ты написал H2 Query Selector Окей Потом Что ты пишешь? Создаешь Image Set Attribute SRC Да? Запятая Вот здесь Да 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 И в кавычках Пиши Вот это Ааа Точка PNG А вот Это InnerHTML Диганты Удалей Нижний Так И потом Ты пишешь Смотри Арген Ты почему Пишешь Image After Ты должен После чего Его создавать? Вот Тогда пиши H2 After Проверь Теперь Давай проверим Обнови Обнови Так Окей Что ты тут написал Документ Курри Image А Смотри Ты пишешь Арген Обратно H2 Точка Set Attribute Ты кому Должен Attribute Передать Какому Не UL А Тегу Image А он у тебя Находится В ABC Да Вот Видел Вот Да Понял Хорошо Так И Со списком Список У тебя Получился Создать Так Давай Тоже Список Доделаем Сегодня Что ты делаешь Обратно Нужно Создать Что Переменную Надо Вытащить Которая Нам нужна Арген После Какого Именно Тега Ты будешь Создавать Правильно Вот Смотри Ты должен Создать Во-первых Тег Вытащить Второй H2 Правильно Ага Так Здесь Что ты Пишешь Молодец Дальше Ты создаешь Тег UL Арген Let UL Можешь Прям так И написать Равно Документ Точка Квери Селектор UL Да Не Тег Ли А UL Сначала Создаешь Ага Дальше Смотри Арген Тебе Нужно Будет Создать Что Ли Правильно Внутри UL Так Стирай Вот Эту Строчку Полностью И пиши Здесь UL Точка InerHtml Помнишь InerHtml Мы можем Создавать Равно Так Кавычки И здесь Пиши Прям так Прям Как в html Так ли Пиши В этот Скобки Открывай Вот эти Только Там Нужно Эту Да Да Вот так Ли Закрывающая Скобка Не Не Сначала Закрывающая Просто Закрывающая Потом Обратно Открываешь Потом Уже Знак Потом Между Не Не До 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 Ли Вот этот Знак Закрой И Внутри Спиши Слово Список Ага Ну-ка Проверь Теперь А Стоп Надо Его Положить Правильно Вот этот Вот UL Нужно Куда Положить После Чего Да Не Стоп Стоп Подожди Наоборот Наоборот После Чего Ты Кладешь H2 Да Не Только Не H2 Жарген Смотри Внимательно У Тебя Второй H2 Нужен Правильно Да Да Автор Ага И Круглые Скобки UL Да Ну-ка Все Давай Проверим Теперь Видел К примеру Если тебе Нужно Много Списков То Ты Много Лишек Просто Внутри Создашь Все Понятно Есть Вопросы Дурай У тебя Все Понятно Да Вот В целом Вот так Мы будем И работать Понятно Все Тогда На сегодня Урок Окончен Я вам Домашку Чуть позже Скину Там Будет Все Расписано Что Нужно Сделайте В четверг Во вторник Будем Проверять Давайте Редактор